Курсант второго курса Национальной гвардии Украины Виктория учиться по военной специальности мечтала с детства. После окончания вуза девушка сможет служить дальше или работать на гражданке по специальности переводчик. На акции «Армейский контракт» Виктория вместе с курсантами Академии рассказывает о приоритетах службы в Насгвардии и агитирует молодежь вступать в их ряды. Мы зовем только тех, кто действительно хочет стать настоящим военным. У нас есть четыре факультета, поэтому каждый может выбрать для себя подходящие. По выпуску они становятся лейтенантами и получают достойную зарплату, что сейчас для Украины очень важно. Они будут защищать нашу Украину, поэтому я думаю, что каждый, кто захочет стать офицером, может поступать именно к нам. Немало харьковчан собралось у стенда экспертно-криминалистического центра МВД. Больше всего участников акции заинтересовал мобильный робот, которого используют для разминирования территорий как в Харьковской области, так и в зоне АТО. Также правоохранители показали новое современное взрывотехническое оборудование. Можно попробовать этим же роботом использовать костюм. Ну, если кто-то захочет на себя одевать 32 килограмма веса, пожалуйста, бронежилеты, манипуляторы. Это все можно попробовать, можно потрогать. Это все живое, все работает, все настоящее. Современный робот, современный костюм, который действительно как бы выполняет свои функции. Военные привезли на площадь Свободы боевую технику, стрелковое оружие, боеприпасы, боевые и материально-технические снаряжения украинских военнослужащих. Среди них БТР-80, БТР-4Е, боевой бронеавтомобильдозор и установка ПВО ОСА. Также впервые на площади была представлена спецтехника госслужбы по чрезвычайным ситуациям. О технических и тактических возможностях оружия рассказывали курсанты военных вузов. Все желающие смогли разобрать и собрать автомат. Военнослужащие гарнизонов поделились с потенциальными контрактниками подробностями армейских будней. Оружие у нас есть, боевые условия улучшаются потихоньку, не быстро конечно, но улучшаются. Питание, удовольствие, в принципе, все есть. Деньги платят. Минимальная зарплата на контрактной службе сейчас составляет 7-8 тысяч гривен в месяц. Сержанты получают до 9, а младший офицерский состав от 9 тысяч гривен и выше. На данный момент рядовой сержантский и офицерский состав – это основа комплектования вооруженных сил, говорит областной военный комиссар Юрий Колгушкин. Третий квартал Харьковская область выполнила на 107%. Сейчас плановое задание на четвертый квартал составляет 760 человек. Человек необходимо, чтобы они выбрали эту профессию военную, заключили контракт. Но по итогам октября месяца 176 жителей Харькова и Харьковской области уже подписали контракт и проходят службу в вооруженных силах Украины. Следующее агитационное мероприятие военные планируют провести зимой. Ксения Ручко, Дмитрий Грасимов, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова